Всем привет! С вами Бальзин Дмитрий и сегодня вас ждет еще один простой урок английского языка. Почему простой? Потому что на самом деле в английском языке все просто, но там тысяча простых вещей. Итак, сегодня урок посвящен двум простым словам. So и such. Оба слова используются, когда нам необходимо что-то усилить сказать. Такой прекрасный, такой замечательный, такой умный, такой интеллигентный и так далее. То есть слово такой, но мы можем его использовать в качестве этого слова. Слово so, а также слово such. Но они будут отличаться в способах использования этих двух слов. Итак, когда что мы используем? Слово so мы используем только с прилагательным, когда после него отсутствует существительное. То есть как в русском языке, такой прекрасный все. То есть мы не говорим такой прекрасный человек. Допустим, he is so clever. Он такой умный. She is so wise. Она такая мудра. This building is so tall. Это здание такое высокое. This building is so tall. Это здание такое высокое. This evening is so wonderful. Данный вечер такой прекрасный. Либо этот вечер. This evening is so wonderful. Этот вечер такой прекрасный. Как видите, после слова so у нас везде идет просто прилагательное. So wonderful, so wise, so tall, so clever и так далее. Итак, правило очень простое, как я и вам и обещал. После слова so усилительного у нас идет прилагательное. Когда мы используем слово such, у нас несколько меняется структура. И после слова so у нас есть прилагательное и также обязательное существительное. Возьмем те же самые примеры, которые я привел ранее и используем слово such. He is such a clever man. Вот у нас появилось существительное man. He is such a clever man. При этом, заметьте, непределенный артикль у нас идет перед прилагательным. A clever man. He is such a clever man. Он такой умный мужчина либо человек. He is such a clever man. She is such a wise person. Она такой мудрый, опять же, человек. Да, персона, личность. Она такая мудрая личность. Да, ну, дословно, опять же. Она такой умный человек. Мудрый. She is such a wise person. It is such a tall building. Здесь, заметьте, чтобы не было this building is such a tall building. Мы вначале использовали просто местоимение it указательное. It is such a tall building. Это здание такое высокое. Либо дословно это такое высокое здание. It is such a tall building. Это здание такое высокое. Что у нас еще было? Какой пример? This mountain is, точнее, it is such a high mountain. Это такая высокая гора. It is such a high mountain. Итак, как, заметьте, после слова such у нас всегда идет прилагательное существительным. Обязательное присутствие существительного, если вы используете слово such. Such a high mountain. Such a tall building. Such a wise person. Such a clever man. И так далее. При этом, еще раз обращаю внимание, что неопределенный артикль a у нас используется в данном случае перед прилагательным, если существительное у нас исчисляемое. То есть, можно посчитать там человек, гора, здание. Это все исчисляемое существительными. И в данных предложениях они всегда будут встречаться с неопределенным артиклем. It is such a nice evening. Этот вечер такой прекрасный. It is such a nice evening. Давайте теперь возьмем примеры и будем использовать сразу два варианта. И тот, и другой. То есть, в принципе, первые примеры я тоже в двух вариантах приводил. Но сейчас возьмем другие примеры, чтобы понять, что мы можем и тот, и другой вариант использовать. И со словом so, и со словом such. Допустим, This book is so interesting. This book is so interesting. Эта книга такая интересная. Либо It is such an interesting book. Сам запутался, да? This book is so interesting. It is such an interesting book. Это такая интересная книга. Нам приходится менять подлежащее в главном предложении. It is such an interesting book. Либо This book is so interesting. Возьмем еще. This car is so fast. Этот автомобиль такой быстрый. This car is so fast. This car is so fast. Второй вариант. It is such a fast car. Этот автомобиль такой быстрый. It is such a fast car. Этот автомобиль такой быстрый. Возьмем dog. Huge dog. Огромная собака. This dog is so huge. Ну, So huge нельзя, Потому что huge это огромный. Такой огромный не получается, да? Возьмем So big. This dog is so big. Эта собака такая большая. This dog is so big. Теперь It is such a big dog. Вот он второй вариант. Либо So big, Либо Such a big dog. Со словом such Обязательно мы должны использовать существительное. It is such a big dog. This dog is so big. Ну и возьмем Последний пример. Что у нас может быть? Problem. Проблема, да? Проблема может быть Difficult. This problem is so difficult. Эта проблема такая трудная. This problem is so difficult. Либо It is such a difficult problem. It is such a difficult problem. This problem is so difficult. Как видите, Все довольно-таки просто. Запомните, Единственное правило Со словом So Мы используем Предлагательное Без существительного. Со словом Such Мы используем Обязательно Компоновку Such Неопределенный артикль И дальше Предлагательное С существительным. Such a difficult problem. Вот такой Коротюсенький урок, Который я вам выдал. Жду от вас Примеров с данными Выражениями В комментариях. Также Пишите Что вы думаете По поводу наших уроков. Что бы вы хотели Видеть Что бы вы хотели Слышать Увидимся Слышать 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 Продолжение следует...